Привет! Это разбор книги под номером 250. Полу-юбилей такой. Просто продолжай. 10 способов оставаться креативным. В этом выпуске тебя ждет 7 выводов. Некоторые из них громоздкие. Я буду сделать так, чтобы ты не терял нить. Давай сначала побухтим. Стоит ли тебе читать эту книгу? Это книга настольная. И ее, наверное, стоит рекомендовать тем людям, которые понимают, что творчество имеет место быть в их жизни. И, знаешь, творчество — это не про тех, которые там носят пинуарчик, какую-нибудь специальную кепочку, носят много колечек на пальчиках и говорят, я творческая личность. Нет. Творчество, оно и имеет место быть и в бизнесе, и не только в музыке, и в живописи, и так далее. В общем, мне показалось, что я хочу развивать свою творческую машину. И это, кстати, продолжение. Первая часть называется «Кради как художник» и разбор этой книги есть также у меня в подкасте. Не помню, под каким номером пальчиком своим с колечком полистай. Найдешь, я думаю. Выводы здесь будут прикладные. Это значит, что можно прям инсайд ловить и думать, ого, так можно так сделать, применить, и творчество будет расти. Вот. Я тебя предупредил, книга классная. Почему я сказал, что она настольная? Я тоже закончу мысль, потому что я читаю ее очень долго. Я читал по одной странице. То есть, каждый день читал по одной странице, предыдущей, потом новую. Наступает следующий день, читая предыдущую страницу, потом новую. Я об этой технике говорил как-то. Не буду повторяться. Итак, переходим к выводу номер один. Закончив работу, забудь о ней. Не каждый день складывается так, как нам хотелось бы. Режим, списки дел, только прогнозы, а прогнозы могут не осуществляться. Все ныряльчики за жемчугом хоть раз доставали пустую раковину, говорит Джерри Гарсия. Но важно каждый день держаться до конца, чтобы не случилось. Как бы тяжело не было, переживайте его, чтобы завтра начать сначала. Проведя день со своим пятилетним сыном, писатель Натаниэль Гортон написал в дневнике. Мы постарались сделать так, чтобы этот день кончился как можно скорее. Бывает так. Просто нужно, чтобы день прошел побыстрее. После захода солнца, подводя итоги дня, не критикуйте себя слишком строго. Очень важно уметь прощать себе ошибки и недочеты. Прежде чем лечь спать, составьте список всего, что вам удалось сделать, и того, что вы хотите сделать завтра. А потом забудьте обо всем. Ложитесь спать со спокойной душой. Пока вы спите, подсознание переработает все случившееся. Иногда кажется, что день прошел бессмысленно. Потом мы понимаем, что на самом деле так и нужно. Были от него польза и смысл? В юности иллюстратор видеоигр Питер Чан любил рисовать. Но комкал выбрасывал в кавычках плохие рисунки. Отец убедил его, что если выбрасывать неудачные работы, не комкая их, в ведро поместится больше мусора. После смерти отца Чан нашел в его вещах папку с надписью «Питер». Там оказалось, что его старые плохие рисунки. Отец тайком заходил в его комнату, забирал выброшенные работы из корзины и сохранял их. Каждый день, как чистый лист, закончив рисовать. На нем вы можете сохранить ничего, скомкать и выбросить. Или положить в корзину, не комкая, а дальше будь что будет. Лишь время покажет, что ценно, а что нет. И какой вывод-то потрясающий. Во-первых, он прикладной. Лично у меня это работает, когда я ложусь спать и чувствую, что что-то я ворочусь, что уже проходит время. Надо себе сказать понятную и простую фразу. Да все, мы уже сделали сегодня все, что хотели. Не надо думать о завтрашнем дне. Завтрашний день еще не наступил. Расслабляемся. Завтра с новыми силами приступим. То есть я сам себе закидываю такой якорь, что работа сделана. Давай-ка выспимся, чтобы завтра с новыми силами. А второй подвывод – это про то, что кто вообще навешивает эти ярлыки. Хорошо это или плохо. Если ты сам в самом начале навешиваешь ярлыки, что это плохо, то это же субъективно, правда же. Очень много в истории примеров, когда художники становились легендами посмертно через несколько сотен лет. По-моему, это с Пикассо такое было. Я могу ошибаться. Я тут недавно один фильм смотрел на эту тему, но могу ошибаться. Переходим к вводу номер два. Великие художники умели относиться к искусству как к игре на протяжении всей своей карьеры. Когда художник начинает слишком серьезно воспринимать свое искусство, страдает и оно, и он сам. Зацикленность на результате не приносила пользующую никому. Есть хитрости, которые помогут не потерять легкость и сохранить ощущение детской игры. Писатель Курт Ваненгут как-то написал письмо группе старшеклассников и дал им задание – сочинить стихотворение и не показывать ее никому, разорвать ногу с кусочки и выбросить. Вы поймете, что сам процесс стал для вас наградой. Вы создали что-то новое, заглянули в свой внутренний мир и богатили свою душу. В этом и есть цель искусства. «Занимаясь искусством, мы обогащаем душу, и неважно, плохое оно или хорошее», – писал Ваненгут. Всю жизнь он давал похожие задания людям из своего окружения. Он просил свою дочь на нет выполнить рисунок и сжечь его. Называет упражнения для духовного развития. Сажение своих работ всегда, кстати, становится катарсисом. Например, художник Джон Балдесари однажды возненавидел все, что создал до определенного момента, и приказал сжечь эти произведения, а пепел поместить в церемониальную урну. Если вы уже не можете творить играющее, практикуйтесь ради практики, даже без крайности, вроде сожжения своих работ. Музыканты, например, могут устраивать джеймсейшены и играть для себя, без записи. Писать или художники рисовать, или писать и выбрасывать созданное. Фотографы делать снимки и тут же удалять их. Играть с новыми игрушками всегда интереснее. Ищите незнакомые инструменты и материалы, попробуйте новые. Еще одна тактика, вот практическая. Если уже ничего не приносит радости, попробуйте создать худшее произведение, на которое способны. Самый ужасный рисунок, самое бездарное стихотворение, самую тупую песню. Это Кмаргенштейн, но создайте что-то плохое намеренно. Это очень весело. Наконец, чаще общайтесь с детьми. Играйте с ними в прятки, рисуйте пальцами, стройте башни из кубиков и тут же их разрушайте. Наблюдайте за детьми и крадите у них примеры. Например, у писателя Лоуренса Вакселлера есть новый набор деревянных кубиков. Он играет с ними, когда придумывает структуру своих произведений. Моей дочери запрещено брать эти кубики, говорит он. С ними играет только я. Серьезность вредит творчеству, воспринимайте его проще, как игру. Я говорил, выводы будут большие, но опять же он практичный. Знаешь, я еще вот что обратил внимание. Если опять же выйти за пределы бизнеса, как такового, вот этого в общем представлении скучного, ну выручка, ну прибыль, ну там это, расходы, доходы, да, вот эта вся история. То мне кажется, что любому человеку, если он хочет чувствовать себя самодостаточной личностью, нужно, именно нужно реализоваться в чем-то творчески. Потому что мы не одноногим ногоног. Ну то есть, вот представь себе пирата, у которого вместо ноги одной деревянная колышка. Понятно, что он будет негармоничен. Он может идти, но он будет идти вот так. Ты-дык, ты-дык, ты-дык. А вот если все в нем гармонично, то он может и действовать, и двигаться, играючи, как плыть просто. Вот как-то так. Поэтому, может быть, в тебе что-то есть. Я вот понял, поразмышлял, у меня тут было целых 10 дней одиночества, я был заперт в квартире один. И понял то, что мое, видимо, творчество, как я себя проявляю, это писательство. То есть, я пишу, не факт, что великолепно, хорошо, но пишу. И в этом, наверное, мое призвание, как мне кажется. Вывод номер три. Если вы делитесь своими работами в интернете, постарайтесь игнорировать статистику или хотя бы не переживайте за нее. Выложите работу и не читайте комментарии сразу. Не проверяйте статистику неделю. Отключите статистику в блоге и пишите, о чем хочется. Скачайте специальный плагин для браузера, который отключает отображение лайков в соцсетях. Когда вы перестанете оценивать свои работы по количеству просмотров и лайков, вы сможете снова научиться оценивать их по качеству. Действительно ли они хороши? Нравятся ли вам? В искусстве есть то, что нельзя измерить, а можно только почувствовать. Научившись игнорировать статистику, вы сможете снова сосредоточиться на главном. Конец. У нас в картинных галереях, я там вообще не часто появляюсь, только в музеях современного искусства и туа по настроению. Я обратил внимание, что висит картина и висит описание написано, кто ее написал. Да, я знаю, что правильно говорить написал. И короткое описание, что пытался таким образом сказать художник. А где лайки там? Где репосты? То есть там нет вот этого социального доказательства. В инстаграме оно есть. Много лайков, много репостов, комментариев. То все звездень. А вот почему-то художников его нет. Я, кстати, даже не могу представить, как бы изменилась жизнь этих художников, если в их эпоху были такие инструментики. Лайки, репосты, комментарии. Типа кто-то рисует там какое-нибудь полотно, и ему сразу что-то мало лайков. Что-то надо, наверное, иначе. Надо что-то переделывать. И сколько, наверное, работ было бы выброшено на ветер. В общем, избавься от вот этого мерила. Кстати, есть еще одно правило такое. Это статный эффект. Если первые люди, которые отправили комментарии положительные, то и остальные будут придерживаться этой же колеи положительной. Но если же первые комментарии были отрицательные, то и следующие люди за большей вероятностью будут придерживаться отрицательной колеи. Вот номер четыре. Бывает так, что подарок, предназначенный одному человеку, становится подарком всего миру. Самые знаменитые детские книги в мире когда-то были сказками, которые писатели рассказывали на ночь своим детям. Алан Милн придумал Винни-Пуха для своего сына Кристофера Робина. История Пеппи Длиныч Лок попросила рассказать дочь Астрид Лингренд Карин, когда болела и долго лежала в постели. Джон Толкин рассказывал своим детям сказки о хоббитах, а Клайв Льюис уговорил его объединить их в книгу. И получился хоббит. Таких примеров много. Лучшие творческие произведения всегда создаются от сердца. Не знаю, но вдруг, если ты что-то читаешь своим детям, и ты уже устал рассказывать все эти истории, которые ты когда-то слышал от своих мам, пап, бабушек, дедушек, и читать в книгах, а вдруг начинаешь что-то выдумывать свое, то, кто знает, может быть, даже и все, что-то будет из этого крутое. Я не знаю. Я не знаю. Но можно попробовать. Вот номер пять. Одной из вдохновителей моего творчества была монахиня. В 1960-х сестра Мэри Карита Кент преподавала искусство в колледже Непорочного сердца в Лос-Анджелесе. Вдохновившись выставков Энди Орхола, она начала экспериментировать с трафаретной печатью. Кент фотографировала рекламные щиты и вывески по всему городу. Все, что обычно кажется нам визуальным мусором, загрязняющим городскую струду, и меняла эти изображения, представляя их вне контекста. Она добавляла к ним написанные от руки слова песен и строки из Библии. И они наполнялись глубоким религиозным смыслом. Например, фото упаковки хлеба длительного хранения стала визуальной притчей о смысле причастия. Кент взяла слоган компании, русский перевод такой, «Джи значит качество», и видоизменила так, что буква «Джи» стала означать год, ну типа бог. Бог значит благо. Она разрезала логотип «Save Wave» на две части. «Save» и «Way». Получалось верный путь, путь к спасению. Задача истинно верующего – искать бога везде. И Кент это удалось. Она нашла его даже в рекламе. Она сумела увидеть красоту в самом неочевидном месте – искусственном ландшафте Лос-Анджелеса. Кент утверждала, что делает обычно необычным. Слово «необычное» казалось ей гораздо более подходящим для того, что она делает, чем искусство. «Я не воспринимаю это как искусство», – говорила она. «Я просто выделяю то, что мне нравится». У нее был особый взгляд на привычный мир. И она учила своих студентов видеть необычное в будничном. В частности, она дала им задание – сделать видоискатель, вырезать из бумаги прямоугольник, напоминающий формой видоискатель фотоаппарата. Затем они все вместе шли куда-нибудь, и Кент учила студентов смотреть на мир через рамку, видеть ради видения и замечать все, что иначе осталось бы без внимания. Ну, прям тоже рецептик. Берешь то, что остальные не воспринимают, воротят носом и говорят, ну что, ну что это безвкусица. Я тут, кстати, недавно увидел фотографию Москвы со времен Лужкова. И там на каждом шагу, особенно в центре, была куча рекламы. Вот реклама на рекламе, реклама погоняет. И вот представь, кто-то, говорю, что за безвкусица, ой, вообще, вот так вот, да. А кто-то, опачки, прикольная реклама, дай-ка я буду ее сохранять, и потом не знаю, что я буду с этим делать, но вдруг что-нибудь мне в голову придет. И вот в данном случае история Кент, девушки Кент, да, такое имя, сделала сочетание религиозного подтекста с рекламой. И вот тебе искусство. Оно же субъективно. Вывод номер шесть. Невозможно, еще два года, невозможно замечать все, что происходит вокруг, если вы несетесь по жизни на всех парах. Если вашу работу видеть то, чего не видят другие, надо замедлиться и приглядеться. В нашу держимый скоростью век уже нужно учиться притормаживать. Занявшись медитацией, музейный критик Питер Клатье понял, что раньше очень мало смотрел на картины. Я часто ловил себя на мысли, что дольше читаю описания на табличке рядом с работой в музее, чем изучаю саму картину. Вдохновленный движением медленной еды и медленной кулинарии, он организовал музейный проект «Один час – одна картину». Он призывает участников смотреть на одну картину целый час. Идея нашла отклик, и многие музеи начали проводить похожие мероприятия. Философия проекта сформулирована на сайте «День медленного искусства». Когда мы смотрим долго, мы делаем открытия. Разглядывать картину долго и внимательно – очень полезное упражнение. Но я думаю руками. И для меня нет лучшего способа замедлиться и посмотреть на мир пристально, чем рисование. Люди рисовали всегда. Это древнее занятие, доступное каждому. И можно использовать самые привитивные и дешевные инструменты. Не нужно быть художником, чтобы рисовать, достаточно иметь глаза. Да хотя бы один. Рисование – способ видения, о котором мы, взрослые, просто забыли, говорит карикатурист Крис Уивер. Взрослые люди живут в облаке воспоминаний и тревог. А рисование помогает вернуться в настоящий момент и сосредоточиться на том, что прямо перед нами. Поскольку рисование – тренировка видения, можно совсем не владеть техникой и все равно получать от него много пользы. Кинокритик Роджер Эберт уже в пожилом возрасте начал рисовать и делать скетчем. Он написал об этом в своем блоге. «Когда ты делаешь зарисовки, ты вынужден смотреть на натуру очень внимательно». Он признался, что зарисовки помогают лучше почувствовать момент и обстановку. Рисование не только развивает наблюдательность, но и делает нас счастливыми. Я после этого не захотел рисовать, увы, ну, то есть не хочу, но при этом медленное созерцание в этом что-то есть. Как это называется? «Слоу лайф» есть еще такое течение. Оно не очень популярно сейчас, но в узких кругах уже о нем много, и кто знает. Это какое-то ответвление осознанности. «Медленно ем», «медленно путешествую», «медленно хожу», «медленно гляжу-пержу», «что хочешь делаешь медленно», и что-то в этом есть. Если художник говорит, что я начал получать не только удовольствие, но и открытие после долгого наблюдения, ну, можешь попробовать. Кстати, потом обнаружишь то, что очень сложно так сидеть и ничего не делать, смотреть на картину целый час. Вывод номер семь. Он тоже прикладной и офигенный. Комик Джордж Карлин как-то посетовал на одержимость людей линейным движением вперед и видимым прогрессом. «Американцы вдолбили себе в голову, что все должно расти. Продуктивность, прибыль, даже шутки должны становиться все смешнее. Мы не оставляем себе времени на передышку. Не даем пружине сжаться, прежде чем распрямиться. Не даем себе времени для роста», — говорил Карлин. «Нет времени учиться на ошибках, но это противоречит природе, ведь она цикличная». Я как-то смотрел выступление, он именно так говорит. «Научитесь замечать ритмы и циклы своей творческой активности и терпеливо переживать межсезонья. Адаптируйтесь к изменениям, понаблюдайте за своими паттернами. Проживайте каждое время года, спокойно наблюдая за его течением», — писал Генри Дэвид Торо. «Смиритесь с тем, как он влияет на вас». Как научиться подмечать внутренние сезоны? Прежде всего, следует примеру Кент и Торо, наблюдая за сменой времен года в природе. Каждую неделю в течение года рисуйте одно и то же дерево или станьте астрономом-любителем. В течение недели наблюдайте, как встает и садится солнце. Наблюдайте за луной каждый день в течение нескольких циклов. Но учитесь чувствовать время интуитивно. Удастся ли вам синхронизировать свой ритм с природой? Как это поверяет на ваше творчество? И тут я не говорил, что будет легко, да, вот эти вот всякие медленные позывы, что-то наблюдать за деревом. Наблюдать за деревом целый год, рисовать его, а? Что это? Что могло быть интереснее? Посмотреть сериал на Нетфликсе или посмотреть на дерево целый год и рисовать его? Ну уж извини, вот такие вот советы по творчеству. Ну а больше всего меня этот вывод, знаешь, чем зацепил? Пружиной. Ведь это реально так. Ну мы же живем в мире, где действуют законы физики. И пружина, прежде чем ей отскочить, ее нужно вот так вот. Она должна сжаться, правильно? Так относись, наверное, к твоим творческим неудачам, как к физике, что ты сейчас просто сжимаешься, чтобы потом вылететь и снести все на своем пути. Вот такая мотивация получилась. Так, теперь. У меня же здесь есть польза. Я забываю об этом говорить каждый раз. И эта польза очень-очень даже важна для меня. Потому что я хочу, чтобы мир становился лучше. И эта просьба очень простая. Я придерживаюсь того, что не надо вот этих ваших жертвовать миллиардов долларов, создавать фонды Билла и Мелинды Гейтс и помогать детям в Африке. Можно делать что-то вообще бесплатное. И это бесплатно звучит так. Вот у тебя есть шмотки в шкафу, которые ты не носишь. Ну, есть наверняка такие. У меня они есть. И я делаю что? У нас в Новосибирске есть пункты приема. Я думаю, что во всех крупных городах они есть. То есть эти пункты приема одежды, ты их можешь дать. И дети, которым не очень повезло в своей жизни, они могут получить эту одежду. То есть таким образом ты не делаешь свалку из мусора. А вообще я рекомендую съездить на свалку, посмотреть, как это все устроено. У нас в Новосибирске вообще легенда о одной свалке ходит. Я там как-то был. Жуть вообще. Там фильм ужасов можно снимать. И ты таким образом можешь взять свои брючки, которые ты не носишь. Майку, которая уже вышла из моды. Сразу это же не можно. Ну, в общем, взять то, что ты не носишь. Сложить аккуратно в пакетик. Привести в этот прием пункт. Сдать ее. Бесплатно тебе оплатить не нужно. И ты таким образом. А. Больше сохранишь нашу планету в первозданном виде. Ну, как мне кажется, это важно. Второе. Ты поможешь тем людям, кто в этом нуждается. И это бесплатно, блин. Я вообще рад, что я об этом вспомнил. Что это есть. У меня жена периодически задает так одежду. А я типа, нет, я не хочу расстаться. Своей майкой из седьмого класса. Вот. Вынужден расстаться. Все. И еще одно удивительное совпадение. Но это уже все. Конец подкаста. Тут сейчас со мной останутся самые ценители. Значит, я тут недавно наткнулся на одно видео. Разбор парня моей книги. Ты прикинь. Я делаю разборы. И тут, получается, натыкаюсь на видео, где парню лет 19, может, 18, 20. Я не знаю. Я не умею определять. И он с очень умным видом читает отрывок из моей книги. И мое сердечко екнуло. Мне так стало приятно. Потому что я сам вспоминаю себя на его месте. Когда в 18 лет мне попалась книга Роберта Киасаки «Богатый папа, бедный папа». И у меня просто, знаешь, как в фильмах бывает. На меня солнце засветило. Ангелы запели песню. Он так... Я с этой книгой стою, читаю, думаю, «Вашечки! Что это?» Вот. И я тут парень тоже взял и зачитал отрывок. Я сейчас прикреплю в комментариях этот отрывок. Посмотри. Это очень-очень круто. Ну, то есть... А не передать. Вот когда такие вот вещи помогают человеку изменить свою жизнь, и он зачитал этот отрывок, его это впечатлило. Он там мало просмотров, но это же не важно. Важно то, что этого человека впечатлило. Я рад. Я, в общем, в комментариях оставлю отрывок из этого. Если тебя впечатлил и понравилась идея сдавать одежду, напиши в комментариях. Мне же важно это, чтобы ты дал обратную связь. Или дала. Ну вот, напиши. Все, буду ждать. Обнял, поцеловал, заплакал. Слышимся в следующем подкасте. Пока.